Совет, наверное, помогал подойти и расписаться в яночном месте. Пожалуйста, не купите столбцей. Ручки, способы. Первым. Первым столбцей. И около своей фамилии. Продолжение следует. Первым. 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 Вторым. Первым. Вторым. Первым. Первым. Корректор А.Кулакова, Спасибо. Спасибо. Прямо сейчас вы начали. Подождите, я не понял, в чем проблема. Ну, лучше раньше, чем через пять. Все ждут. Зачем? Может, не через это? У кого еще? Василий. Завелик. Увы, он еще. Да? Одноварь. Он, 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 иди сюда. Кого ребенку, какой ребенок, да? Хочу удовольствие. Где вот он, дает Блатову и Василию, да? Все остальные веки в отпуске. Они заходили в отпуске, и где-то мы все еще иначе. Азоверка, азоверка, и в единочном, азоверка, азоверка, азоверка. Продолжение следует... 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 Выписка из протокола номер 8 заседания Бессовета о поставлении диссертации защиты от 16.06.2017 года. Список организации лист, которым 5.07.2017 года у нас Тельфера. Объявление о защите размещено на сайте ВАГ 27.07.2017 года. Все документы и отзывы на представленную диссертацию размещены на сайте ВЕРО. Представленные документы соответствуют установленным требованиям ВАГ. У меня все. Спасибо большое, Марина Александровна. Какие вопросы по документам? Нет вопросов, да? Тогда я предоставляю слово Оливере Александровне Дмитриеву для доклада. Вы, наверное, постарайтесь, уважаемые, отговораться. Уважаемые члены диссертационного совета, председатель. Всестороннее изучение организации диссертонтонных сообществ важна составляющая вопроса познания структуры и функционирования водных экосистем в условиях англопогенного изменения и стратегии. Поэтому, целью исследования было определение закономерностей пространства и временных изменений структурных показателей диссертонтона в различных районах Балтийского моря, подлияние к авиатическим и гиагетическим фактов и отdade экологического состояния районов исследований по показателям фитопланктонов. Задачами исследований было провести аналоги задистết aquilo в крови и показатели видового назначения фитопланктона Куржского и Ресленского залива и различных районов Балтийского моря сильную сезонную оценить графические взаимоотношения логического качества водолю различными методами и выявлены наиболее информативные для оценки гипертрофима водолючка. Защищаемых ложек. Тем же сезонной вариабельности биомассы фитопланктона увеличивается по мере роста трофеи исследованных водолючек, что сходно с таковым адзором и реклодохранительным. Изменение структурных количественных характеристик фитопланктона обусловлено совместным влиянием биотических факторов, а также уровнем трофеи соленосты ваку. Характер стратегических взаимоотношений фитопланктона с учетом влияния молодера отражает пути трансформации вещества и энергии в Куршском заливе в Бодотребе, в Витинском заливе и Балтийском море по бадмичной пищевой цели. Нарушение. В первой настройке электронно-микроскопических исследований проведено систематическое описание центрических диатомовых водорослей структуры образующего комплекса фитопланктона Куршского залива и выявлено 12 новых видов для фитопланктона Куршского залива, Балтийского моря и Минградского. Впервые в Куршском заливе выявлены шланг цианобактерии, которые способны синтезировать микросистемы. Впервые глядя на функциональную группу фитопланктона залива прописана сезонная динамика. Исследованы трофические взаимоотношения фитопланктона Куршского и Минградского залива в Балтийском море на современном этапе. Показано, что венгерские индивидуальные сообщества более точно грязны и качество гидротронных систем. Балтика – беспереливное внутриматериковое окраинное море со средней глубиной 48 метров, большую роль в гидрологических и гидрогенических процессах, которые играют затухи североморских флот через датские края. Балтийское море характеризуется различной соренностью воды в уровне трофии. Наибольший процент акватории моря – салон торговли. Материалом терровода послужили 154 проповеди фитопланктона, отобранные весной 2005-го, летный до 8-ю 2006-го года, открытой частью моря, до прохождения трассы северо-евролейского газопровода. Фитопланктон, приближенный зоной их восточной части Балтийского моря, исследований ежемесячно с апреля по наеболь в 2009-2012 году. Всего на 7 станций было исследовано 258 тонн. Кошки-литерские заливы – это пресноводная и сломотогонная и мелководная прибрежная лоргия, восточной части Балтийского моря. Заливы – крупнейшее влогозесное водолемо-калининградской области Литвы и Курши, распределяющиеся повышенным содержанием гидрогенных элементов, вследствие чего является высокий тропический станок. Заливы были обороны на 6 станциях в каждом заливе в их российских частях. В 2002-2010 годах ежемесячно с апреля по наеболь. Всего было проанализировано 343 проба степлантона Куршского и 344-190 степлантона Весенского зоноса. Таким образом, в основу работы положен обработка и анализ 1127 проб степлантона. Для выделения новых видов применяются сканирующие электронные микроскопии, а также муриарный генетический анализ. Для анализов структуры сообществ был использован метод выделения экологических функциональных групп согласно классификации поля на ручку. Для расчета индексы предаводов разобрались, Шеном и Симпсона, а также исследования коллекционных связей и оценки пространственного распределения степлантона, использовали пакеты программ «Сюркер-праймер» и «Статистика». Изучили трагические взаимоотношения к этой зоопланктона, проводили расчеты рационов и продукции зоопланктона, а также оценивали пресс-эпланктонное сообщество. Результат исследования. Рационарический анализ фитопланктона района исследований показал, что число выделенных намерных видов варьировало от 5 на 4 прибрежных в зоне Балтийского моря до 462 в службе занятий. Всего в районе исследования было обнаружено 161. Наибольшим числом видов были представлены отделы северных водорослей кварофита, сенсионных водорослей калабитых, диатомов к ацелляреофита и динамитовых калабитых. Впервые до курсского залива в Балтийском море было выявлено 12 новых видов диатомов водорослей структуры образующего комплекса, продуктов калабитых, калабитых. Некоторые из моих видов являются массовыми курсовыми заливами и должность воды в качестве надежных индикатор и страфика. Ведущийся цветение воды с незелёными водорослами в Кушеском заливе, как следствие гибели гидробиотов, организованных генпроцитов, ламптона, молот и рыб, а также в случае заболевания основного правослового вида залива Кушеского залива, плеща, было необходимо установить наличие в ламптоне Кушеского залива, способных продуцировать токсины. Так, впервые с помощью генетических маркеров, в этом водоеме было обнаружено 6 различных геносимов, принадлежащихся на бактериям рода микроцистин, содержащих ген синтеза микроцистина, способных продуцировать гипотоксин. Дальнейший флористический анализ способен иметь некоторые особенности, а именно сходство плод в море залива на уровне 50%. Наибольшее внутреннее сходство было смысленно в море открытой прибрежной акадыр Балтийского моря, естественно, и наименьшее сходство было смысленно в море залива. Кроме того, было установлено снижение общего числа выявленных токсонов и удельного богатства или среднего числа токсонов в море по мере увеличения солености в районах открытой прибрежной части Балтийского моря. По Пушистому заливу средний сходство составляет переправление. Для дальнейшего анализ структуры сообщества был использован предупрежденный подход в выделении комплекса доминирующих лиц и исследования межгодовых особенностей сезонной динамики группы коксиномические группы. Прибрежно до Балтийского моря на фоне значительной межгодовой изменчивости доминирующих коксиномические группы были отмечены весенний и летний максимум их развития. По сравнению с перспективными этапами было отмечено усиление весеннего максимума, в частности здесь, за счет развития динокологи лярд и динамики, что свидетельствует о нарастании и эстрактировании прибрежных университетов. Особенностями сезонной изменчивости фитопланкона в Курском заливе было наличие по всей дате одного летнего максимума развития. На протяжении всех лет исследований в составе сообществ доминировались незеленые диатомовые полосы. Сравнение полученных данных с перспективными показывает увеличение роли летнего максимума, усиление развития видов показателей терапевания, что свидетельствует о переходе водоема в гипертрухную статью последний сезон. Нами было показано также, что доминирование в этом заливе функциональной группы характеризует их систему как богатый фосфор с низким содержанием минеральным поломатока в летний месяц. В Визинском заливе были отмечены весенние и летний максимум развития. В составе сообществ доминировались незеленные, зеленые и динамитовые полосы. Терапический статус подолема на основании этих признаков можно классифицировать как услуги. При анализе полученных данных с перспективными при сравнении отмечено усиление влияния в максимуме энергии снизеленных возрастов и динамитов. В Визинском заливе, минирующей функциональной группы, расписывали экосистему возраста, используемые в промышленные условиями и отходами жирноводческих предприятий, вводами конденсационных коллективов. Таким образом, можно заключить, что заливы Балтийского моря и в предыдущих последние десятилетия претерпели значительные структурные изменения из-за загрязнения на погенном странице. Поэтому в следующем раме, необходимым для объяснения вопросов и причин, влияющих на уровень развития структуры сообщества гитоплантома, был анализ влияния на него биотических факторов среди. В качестве примера проведенного анализа, рассмотры результаты, полученные для курсового замена. На первом этапе, после света количественных характеристик претерплантома с геотическими факторами, при анализе всего массива данных, рассчитывали специальные линейные корреляции. В результате было установлено высокая положительная линейная перерекционная свежь, биомасса гитопланты на его основных групп, только с общей минеральной форме азота и ос. Затем, для выявления связи биомасса с 7-зеленых водоросли с геотическими факторами среды, мы использовали метод неимения перерекционного анализа. В результате было положено, что в разные месяцы регистрационного сезона сила связи, которую оценивали по значению коэффициентной детерминации, значительно вольфировала. Из чего можно сделать вывод, что разные периоды времени и разные факторы могли определять развитие сообщества. Анализ изменения коэффициента детерминации корреляционной связи биомасса с 7-зеленых водорослей от соотношения минеральных форм азота и пустая, в зависимости от уровня диагенной нагрузки, оцениваемой по значению повышениям ПК или азота общего, в зависимости от периода, в среднем для каждого месяца, показала, что связи не единственные. Сила связи спальнивает. Не меняйте по уровню диагенной нагрузки на тот же центр терминации, может появляться в экосистеме залива по-разному, что свидетельство за то, что существует ряд других факторов, которые в разное время могут по-разному влиять на силу связи. А сколько мы видим, ведущих, постоянно ведущих биотических факторов, путем войска коррекционной зависимости нам не удалось, мы рассмотрели также и связь с биотическими параметрами, а именно, исследовали характер тропических взаимоотношений к фитоизол-планктону. Прямо что для этого мы проанализировали размерную структуру альгоцинопа, формирующуюся в облиянии фракирования и солености воды, и в значительной степени оказывающую влияние на тропические взаимоотношения к фитоизол-планктону. Было обнаружено, что данные критические значения солености в Веслинском заливе размеры клеток были наименьшими. При исследовании практических взаимоотношений фитоизол-планктона мы провели сравнение полученных результатов с перспективными данными. В результате было обнаружено, что в современный период, по сравнению с фитоизол-планктоной, биомасса фитоизол-планктона увеличилась, и в то же время снизилось потребление фито-планктона до-планктона и отношение биомассы до-планктона и фито-планктона, что свидетельствует увеличение уровня тропии залива. Данные процессы приводят к тому, что трансформация энергии в этой системе залива становится возможна после бактериального изложения. Экосистемы в большей степени преобладают на древние пищевые цели. В Вестинском заливе в современный период, по сравнению с середины 70-х и 80-х годов, биомасса фито-планктона и до-планктона увеличилась, но отношение биомассы до-планктона к фито-планктону снижалось, что также, как и в Кушском заливе, свидетельствует дорожественной гидрофии для него. Однако выросло определение фито-планктона до-планктона, что свидетельствует о том, что во следующей трансформации снижается для массы дамы. В результате работы была попытка объяснить причины межгодовых глибаний от влесенности и цветения в отличие от зеленых водностей в Кушском заливе. Возможно, причина этого состоит в особенности тропических взаимоотношений, которые в Кушском заливе могут развиваться таковым сценарием. Так, в одном случае, при значительной прессе не умерли, и хищном ворочкале, второе, нацом планктон Кушского залива, снижается для массы дамы. Отсутствие пресса дамы на фито-планктону приводит в совмещение в дамы снижается на фито-планктон. В результате не возникает конкурентные преимущества для развития снижается. И цветение воды в высокой интенсивности не происходит, или оно имеет низкую интенсивность. В другом случае, в отсутствие пресса молодежи, что бывает не рожа, никогда не снижается, нацом планктон дамы значительных количествах, и приставленные мелкоклеточные зеленые и диатомовые, дают конкурентное преимущество снижается в дамы, которые в результате могут вызывать гиперцветение воды вверх, в значительном увеличении биомассы снижается в воду. В весенском заливе цветение воды снижается в воду непродолжительное, имеет низкую интенсивность. Главным образом, потому, что ежегодно в молодежи в балтийской сети, которая не рестится в заливе, и хищном селенце в зоопланктон закопаются в иную, потребляется большая часть биомассы зоопланктона. Остальные клалктоны дивизируют наукоклеточную фракцию гидоклалктона и снижают интенсивность введения воды в цинококлеточном. Таким образом, выявить ключевую группу постоянно действующих факторов нам не удалось. По-видимому, впоследствии, множество связей с нейрофеологическими факторами в существующем в системе, она по-разному реагирует на внешнее воздействие, что необходимо для поддержания устойчивого состояния в условиях загрязнения эндрофогенной аустрофизмы. Однако в этих условиях всегда существует необходимость оценить состояние экосистемы для оценки качества гидокетеропического статуса водоема, а бенгус, утоплантома, а также бифитома, было индексы довольно набрать очень много. И хотя на сегодняшний день нет практики широкого исходования для цели биоиндикации бифитоплантома, мы попытались применить этот индекс для оценки состояния экосистемы, принимаем внимание, что низкие значения экосистемы могут предоставить качество водоема, а условия как гипертонусные, а высокое значение экосистемы, может сказать, заразе водоема качества водоема хорошие, а условия как гипертонусные. В исследуемых в акваториях этот индекс значительно варьированы. Однако, при исследовании зависимости связи уровня продуктивности акционемы по биомассе разнообразия, был уклонен, что связь между индексом Шинона и биомассой гипплантона была неимен. Когда достижение определенного критического уровня биомассы, значение индекса Шинона возрастало, в мере роста личной биомассы. Критическое значение биомассы в гипплантском зале составило 8-9 грамм на кубический метр, курску – 30 грамм на кубический метр, а прибрежный отверстия гипплантского моря – 1,6-1,9 грамм на кубический метр. В значениях биомассы более, больше, чем критическое, взрослой биомассы, значение индекс Шинона снижалось. Таким образом, таким образом, использователь индекс Шинона в целябиндии, качества воздуха в стоконтуру, не представляется возможным, поскольку он не связан с уровнем. Индекс опробности также оказался непоказательным, поскольку у экосистемы с разными гемографиями проэкварированы на числе. Самым показательным оказался венгерский кентр сообществ, поскольку он связан с уровнем гемографии. И во своем расчете заложено приложение и развивающиеся в дальнейшем функциональной группе кентр. Это так, как задавал исходный результат с оценкой по автоматике кентр. Во втором-десятом году экологическое состояние экологическое действие на основании в течение гемографии может быть оценено как плохое. На основании индекс и сообществ в письменском заливе в 2002-2008 гг. экологическое качество в письменском заливе можно оценить как низкое, посреди, нерееже хорошее, В 9-м и 10-м его значение указывает на хорошее экологическое состояние моря до категории плохого для всего сезона организации. Как образом выводы? Доставить до планктона исследуемых по дальнему уголами минус 662 вида вида планктона и 9-ти систематических разделов. В Курском заливе на уровне 460 грамм, до визнанском 311, в прибрежной зоне Балтийского моря 194 вида. В центральной части Павловске 206 вида вида планктона, среди которых 12 новых видов санктических геотомов ранее неописанных исследований. Сезонная динамика биомассы фитерпланктона отражала графический статус подоема, и Балтийское море характеризовалось весенимым максимумом с последующим постепенным снижением хорошее. В Курском заливе весеним и обширным ветром пиками, в Курском заливе объеме максимум. В центральной части Балтийского моря в 5-м и 6-м году в теже сезона материала 34 геотоматические комплексы, которые отличаются составами минувшеки и значения фимарной биомассы. В характере сила статистических связей, количественных и структурных характеристик пикаплантона с гидрологическими и техническими показателями воды света была различной. В разных периодах в Курском заливе выявлены токсичные штаммы сниженных хорошее снижением хорошее, способные депутатоксинки, а масса которых в период цветения воды может превышать романтино-всемирные организации здравоохранения в предыдущих дворах. Размерный состав и газонозок у следуемого удоема отличался от 2 до 10 раз. Наибольшая величина статистических объемов клеток происходит на легоцинопе Балтийского моря, наименьший фитопланктон в Весенского залива. В Курском заливе при окружении пресса молодежи, у фитопланктона потребовало значительное количество фитопланктона, лархо-полотеленых диатомов и подростков, что служило дополнительным фактором цветения воды с незеленным подростком. Венгельский индекс сообществ и биомассовый фитопланктон были более преграмматичны для оценки качества водоохранительного трагического статуса. Согласно классификации Мишки, качество водоохранительного залива оценивалось как плохое практически во все периоды исследования, качество Весенского залива характеризовалось как удовлетворительное исследование, а в отдельных случаях вкусной, как хорошее, приближение на Балтийском море, как хорошее и отлично. Режисселение по 90-х летах, как хорошее, как хорошее. Благодарю за это вопрос. Спасибо, Маргару Александрову. Замечательно, вы уважаетесь в определенное время. Это же сгонали нам 20 секунд. Какие вопросы будут в случае этого совета и присутствующего? Пожалуйста. Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, вы как-то все пробо объединили, ведь же Балтийское море заверсает, покрывается льдом. Или нет, в какой-то степени. Льдом покрывается заливом. Кошки, Весенский, и дал попрос, свойственен Кошкам и Весенскому заливам. Очень редко в прибрежной части Балтийского моря отмечается, а вообще это не замерзающее море. То есть вы под огнем пробу выбрали? Мы брали пробу под этого, но в результаты данных исследований они не вошли. Мы на заливах стараемся и все, что можно брать пробу под огнем. Потому что аргенда очень большого ряда. Говорит, он прохладеет свет, там сфетку он должен, это очень тумно. И все потом, когда климатические здесь происходят, сейчас это бывает, знаете, Егор, как раз, у вас это совсем-совсем не рассматривается этот вопрос. Это не обошло результаты этого исследования, но мы занимаемся этим вопросом. И могу рассказать, что в Курском заливе в последний период времени развитие филоспалантона самое интенсивное. Другие заливы тоже все-таки замерзают? Конечно, Курский и Весенский залив замерзают. Курский и Весенский. И еще вопрос. Я знаю, что Аберегатства лазили по всем нашим водоемам, и все переименовывали, особенно диатологи. Пользуясь этой оптикой новой. Они добавляют закон, что там уже нет ни деквателлы, ни мелазиры, и что там там. Все по-другому называется. И вот. У вас тоже поработали там? Ну, я думаю, что у нас они еще не поработали. Не поработали. Если иметь в виду монепулярные генетические исследования, то там своя история, да? Если иметь в виду систематические описания, которые проводились в институте биологии внутренних отзывов, Иван Ширгенкава, уточнение, то это сканирующая электронная микроскопия, это традиционные методы, и мы их придерживаемся. И что касается новых систематических изменений, мне необходимо было сравнить мои данные с интерспективными. Если бы я использовала новую номер плодового, это привело бы к непредпутанности. Да, и поэтому я была вынуждена проверить. Спасибо. Спасибо большое. Еще вопросы? Пожалуйста. Пожалуйста, вот такие вот тщательные исследования, как это иностранные государства, там, проводят ли там ученые вот эти государства, такие же исследования, как они на расходах сплачут? Там Балтия. Спасибо за вопрос. Да, исследования Балтийского моря очень много, с ученой Питокламптону, еще во время него бы рассказ отдельный об этом. Могу сказать про кошки, в центре морских исследований реклопедии Ирина Аркадьевна Оленина уже много лет, с начала 70-х годов проводят такой же мониторинг. Сначала это была, собственно, общая часть, то есть не было разделения на Россию, это была часть Литовскую часть, это был весь залив, и в последующем, после отделения Литвы, она исследует Литовскую часть, но по настоящее время мы связаны, связываемся и сопоставляем наши данные, и получаем похожие результаты, но поскольку кошки залив в Литовской части имеет заносить с морем, а у нас-то обширное озероидное такое в мелководье, расширение такое вот мелководное, то и условия отличаются, и процессы идут несколько по-разному, и необходимо, в общем-то, споставлять эти данные, то есть это не одно и то же. Также и в Балтийском море, и иноркально проводятся исследования, прибрежные хромы моря, и мы общаемся, в общем-то, и сравниваем наши результаты, и чистота, да, чистота и исследования, собственно, да, она такая же практически, как в Литвии. Спасибо. А в польской части Лестинского залива в Бареке что-то делают? То есть как перспортируются ваши данные с польскими, да? Да, мы также участвовали в рабочих группах, в совещаниях, в которых мы сравнивали наши данные, был опыт проведения совместных наблюдений, и в ютубской части, извините, в польской части залива, и в российской части залива, и совпадение достаточно высокое, то есть мы работаем одним и тем же методом, и можем сравнить наши данные, и, ну, это не всегда просто международное исследование организовать, но такой опыт был, и мы имеем хорошее чувство. А вот был разговор про американские исследования в области систематики на Байкале, на Балтике, не так, в Польше и в Литве, в Лестинском заливе, они эти исследования проводят, или вам это неизвестно? Я затрудняю ответить на ваш вопрос. Ну, насколько мне известно, американских исследований не было, может быть, я что-то выпустила, думаю, что пока не было. Понятно. Еще вопросы, пожалуйста. Просметите, пожалуйста, как инверский индекс тут рассчитывается, или как этот принцип по композиции, и потом еще долго. Ну, если кратко, если не заболула, то я могу сказать. Какой вам принцип? Я имею в виду, что я имею в виду. Принцип расчеток инверский индекс основан на приуроченности тех или иных групп, так называемых кадонов, к условиям места обитания, то есть весь тысячный состав исследованного по данному типу, подоема делится на группы определенные, то есть как бы на основании именно экологических характеристик. И, ну, затем по формуле, в общем-то, несложной, рассчитывается, и это отличается от немножко другой подход, который отличается от выделения просто синезеленный, зеленый, диатомовый. И в итоге, собственно, получается, характеристика, которая позволяет оценить трофические условия в данном типе водоема. То есть гатрофные, затрофные, инстрофные, то есть это виды, которые предпочитают высокие содержания органических соединений, которые, например, доминируют, да, там, или это, как в случае Лестинского залива, виды, которые называются в водах, куда попадают на инфляционные стоки, у нас очень долго не работало. Система водоочистки и водоотведения, собственно, в городе Калининграде. Личные сооружения в прошлом году были только запущены, и это сказалось на алюминиционном, в том числе. Так, у вас еще какой-то вопрос? Да, да, я правильно понимаю, что за трофические врачи будут иметь заранее экологические шоковые виды. У Гоги достаточно есть список видов, существуют уже списки, определенные списки, на которые, на самом деле, составление которых, разделение своего списка, да, то есть это как в списке, как определить их там, может быть, какие-то, вот, и таким образом проводится расчет. Не сложная форма, если нужно, я вам показаю. Например, в методике отлично. Я отлично, понял, спасибо. Большое литератическое уточнение на 9-й каблице, в основном, в основном, напишем экземпляр, на видах, и, я не знаю, как... А в перетрате? Презентация, 9-й слайд? Да, 9-я таблица. Да, 9-я таблица. Число видов, например, отдела сензеленной подростки. 97-я, это... Число видов. Число видов. Число видов в Курске, да, и нарушено. Это как же выключается в паре-каблице. То есть, ладно, не экземпляр, а не было предназумения. Пожалуйста, право, Александр Иванович. Кроме того, два вопроса. У вас, вот, дано получилось, что выяснили, что масса фитоклактона в разы меньше, а в это на порядок меньше, чем в курсе. И одновременно, через позже, в следующий плане, вы говорите о том, что размер фитоклактона, истинство меньше, именно на порядок. Спасибо. Да, в том числе, размерная структура лесного сказывается на величине биомассы, и это, в том числе, как мы указываем влияние, бывает биомасса уменьшится. А биологически, когда были объяснены на порядок меньше, чем в курсе, если бы было интересно. То есть, этим, это было замечено еще предыдущими исследованиями, занималось исследованием залива, те же виды водорослей в курсе залива, но не крупнее. И мы предполагаем, что, возможно, это союность, критическая союность, это самое влияние на размеры, на размеры, на структуру, поскольку зоополония, генция, уменьшается та же генция в размере, на структуру этих сообществ. Поэтому, вот, склонно, что мы с тобой. И второй вопрос. В курсе в заливе у вас, вы сказали, что в курсе есть два порядка, два порядка выше, чем нормативы, а по Валдейскому морю, по Валдейскому морю, по Валдейскому морю, есть какая-то информация? В курсе я объясню. Там немножко другая история, поскольку другие виды являются официально токсичными, генерируют, и в настоящее время уже определены токсины в водосле, которые развиваются в Валдейском заливе. И, к сожалению, моя работа, в рамках моей работы это не было описано, но в дальнейшем, я надеюсь, это мог длить пристальное внимание. В Валдейском море это тот и так же другой комплекс видов, это генофлагияты, токсичные цитинодуляристы, генофлагияты, которые цветены в большей части в открытой части моря. У нас, поскольку съемка была только один раз проведена весьма летом и осенью, то мы не уловили этого цветения. И при признанном море тут действительно плагияты, вот это вот показатели с проферумами, которые отмечаются в последние десятилетия. Они также могут быть токсичными, выделяясь другого уровня токсины, не гибатотоксины, не гибатотоксины, не гибатоксины, а другие токсины. И синевизионные водоросли, которые называются в Вислинском заливе, это не микроцистисы, то есть те условия, салонтоводность, она не доходит для этих видов водорослей. Экологические особенности не исключены, и поэтому в Куршском заливе с пресноводных богатыми элементами в среде развиваются потенциально токсичные микроцистисы. Если на качественном уровне, то там тоже превышение, да? Ну, превышение есть, но я думаю, что не в такого порядка. Еще вопрос, пожалуйста. У вас в центральной части моря работа проводилась по маршруту трубопровода. Какие-то изменения были в инфекции, потому что у вас все-таки несколько лет, то есть, бывали переводы? Так, изменения состава физополонтолога, наверное, хотели меня спросить, да? Вообще, да. Я делаю эту работу. Да, я поясню, что мы проводили инженерное взыскание до строительства трассы Северо-Антропейского газопровода в 2005-м, в 2005-м, в 2005-м, в 2005-м и весной 2006-м году. И это была фоновая характеристика, и было понятно, что было получено, что в Финском заливе показатели биомассы были выше, где на сегодняшний день развивались более интенсивно, вот, и в открытой части моря биомасса снижалась во все сезоны традиционно. Ну, в Германии также были повышенные значения биомассы отмельчены. Ну, это, пожалуй, будет все, что я пока могу сказать. То есть, как влиялся провод, это уже мониторинг его, и исследования проводить провод с другими странами мы не проводим, не участвуем. У меня только до проекта, изыскание до строительства, в отечении этого года, в открытой части Павловской. Несколько лет, если вы хотите спросить о том, как на прибрежном зоне отразилось влияние, да, нет, потому что здесь район нефтяной платформы до 6, мы исследуем, вот здесь в прибрежной зоне моря. То есть, влияние, можно сказать, что оно отсутствует, собственно, ведь мы вышли, которые здесь расположены, а здесь в доме. То есть, а строительство, ну, может, как в этом? И еще один вопрос. Вопрос, 12 новых геопалтик-элитров, это по причине каких-то изменений в радиосистеме или потому, что просто появился специалист для этой группы? Конечно, это просто, я обратилась к специалисту, поскольку в световой микроскоп очень сложно увидеть все детали, которые видны в сканирующей электронный микроскоп. Это была специальная работа. А насчет изменений крупных секционов, то, да, они, безусловно, были. Например, в Куршском заливе, это появление планктодрикс-аргардии, без ветеранцистного векса и веленых водорослей. Появление следствует как завершающих таких метопогенных трофированиях, он их системы считается так. И мной, и, значит, в единоркальной лейне, в Литвиле было отмечено сначала устраивание этого вида сезонную динамику в конце репетиционного сезона, когда отношение дота к фото достаточно высоко. А сейчас уже этот вид, собственно, встречается в летний период времени и часто замещает основного представителя с незеленых катафонезонного сезона. То есть вот такая перестройка произошла. Также мы отмечаем, поздравление с детальноспективными данными, уделение роли актиноцитивуса нормани, это такой крупноклеточный взгляд нового возраста, ранее он не был описан в предыдущих работах, в предыдущих исследователях. Что касается Куршеского залива, например, перестроек в сообществах, которые мы наблюдали, ну, там еще в Вестинском заливе тоже рассматривали, там тоже есть определенные изменения. Еще вопросы, коллеги? Пожалуйста. Вот, не кажется ли вам, что область, которая расположена, область точек, которая расположена левее зеленых линий, она несколько противоречит красному краю? Потому что максимум приводчиков, одновременно, это я думаю, вам должны быть несколько левее. Ну, так вот получилось у нас. Может быть, вы правы, может быть, Дениска Калифея, ну тогда как бы вот... Компьютер строил, да? Да, да, это, в общем-то, мы строили статистики, да, это наша, так сказать, такая вот экспертная оценка. Как бы... Мы, ну, вот, да, сработали и... Отстаем, да, с нашими проектами. Это все как бы вот рассчитывалось в программе и подбиралось в ручную сравнение? В ручную? Ну, в этот, коэффициент. Понятно. Еще вопрос. Это какой слайд? Это третий слайд. Ну, это связано с особенностями экосистем этих заливов, поскольку, я скажу, составом сообществ, конноселяющих эти водоемы, то есть, поэтому их схема различная. То есть, дафни, например, они не встречаются в лесенском заливе, да? То есть, здесь совсем другая... Другой зубом, кто? По сравнению с Куршским. В Куршском заливе более, ну, я смело сказать, более сложный состав сообществ. Этим отличается, собственно, эти схема. Поэтому схема отлично. Еще вопросы. Достаточно. Да. Не вижу. Слушайте, достаточно. У меня тоже два вопроса есть. Так. Ольга Александровна. О своем прогнании вы упнули генетические маркеры для выявления этапа Кассина. Да. Чуть подробнее можно сказать, какие или кто это делал? Это проводилось в новичном институте Сибирской академии Академии наук. Это доктор Андреевич Дмитриев и у них, и диагноз сотрудников. Вот. И эта работа была достаточно специфическая. Это было с авторами, и совместно была написана публикация на эту тему. Вот. И подробно это расписан метод методики. Не взяли метод. Теалл метод Магнер. Все это все. Понятно. А для генетических маркеров для выявления саксиотоксинов вы не использовали? Нет. Этих не использовали. Только гепатоксинов и все. Больше никак. Это даже очень дорогостоящая процедура. И мы очень благодарны нашим коллегам за то, что они провели эту работу. Для нашего изоляции, для наших людей это очень актуально. Да. Если бы саксиотоксин нашли, то вы отзвольте бы себя и проехать. Потому что они очень дорогие. Ну, да. Это делается, конечно, на деньги в грант. По-видимому. И, в общем-то, мы еще раз подорожаем благодарность и признательность. Поскольку эта работа, могу сказать, что продолжается. И наши коллеги в Литве следуют задержание гепатоксинов в тканях гиперрионтов, в частности промысловых объектов. Крещенками, Судакей и так далее. Есть результаты определенные интересные полученные. И мы считаем, что это важный очень момент. То есть, все-таки, то, что называется так условно, красными приливами вы занимаетесь, да? Красными приливами, да. Мы занимаемся, но в мере сил и возможностей. Мы отслеживаем динамику потенциально токсичных лигов. Почему потенциально? Потому что определить их токсичность можно только при помощи таких вот маникулярно-динтических исследований. Ну, кстати, так сильно напрямую мы не можем заниматься, поскольку, естественно, оборудование отсутствует. И это надо обращаться в специализированные центры. Мы пытаемся расширить наши исследования, но пока у нас это не получается. Просто это надо более опасно. И еще один вопрос, Ольга Александровна. Вот из вашего наклада и из ответа на вопрос я помню, что у вас очень много материала. Достаточная часть этого материала не вошла, собственно говоря, в диссертацию. То есть у вас много публикаций, что необычного для защиты кандидатской диссертации. У вас есть какие-то вещи, там, из подальга, которые не вошли в работу, еще что-то такое есть. А, собственно, была бы какая-то причина тянуть защиту и в кино скрывается. Нет, я не снималась в кино. Ну, мне было интересно получить какие-то результаты и, поэтому мне было оформить работу. Очень большие объемы материалов, очень сложно обрабатывать и обсчитывать. Да, и получать результаты. Ну, это долгий процесс. Это, по-моему, очень не такой объект. Это, по-моему, требует тщательности. Может быть, будет какой-то другой. Ну, поскольку публикаций много, потому что мы старались консультироваться специально и принимать участие в большом количестве конференции, насколько это было возможно. Да нет, если было много вопросов, то я бы не спросил. У вас не просто много. У вас очень много. Хорошо, я понял. Спасибо. Спасибо. Присаживайтесь. Присаживайтесь. Уважаемые коллеги, прежде всего, разрешите познакомить вас с утром научного руководителя, который только вчера вышел. И она сообщила, что она не может приехать. Она собиралась, но не получилось у нее. Значит, там уже руководитель корнева Людмила Генриховна. Она пишет. После окончания Калининградского государственного университета, вся творческая деятельность Ольги Александровны Дмитриевой связана с Атлантическим научно-исследовательским институтом развития и артенографии Атлантического миров, с лабораторией гидробиологии, гидробиологии и оценки антропогенного действия. С 2003 года Дмитриева была прикреплена в качестве соискателя лаборатория гидробиологии и институт биологии внутрь и флот Папанина. В качестве объекта десеркционного исследования был выбран фитопланцион основных рыбопромыслов в доемности Ленинградской области, Кушского и Веселинского долина, а также предпрежним району юго-западной части Балтийского моря и в крайней части Балтики. Выбор темы десеркционной работы был обусловлен необходимостью проведения мониторинга с целью выявления возможных причин, возникновения неблагоприятных экологических ситуаций, сложившихся в заливах и море, последние десятилетия из-за продолжающегося процесса эфрофирования и цветения воды цианобактериями. В ходе работы на диссертации Ольга Александровна были освоены основные методы сбора и обработки фитопланционных, разнообразные подходы к описанию и анализ неполучных результатов. Она самостоятельно принимала участие в сборе, обработке информационных материалов, специалистической обработке данных, изучила большой объем литературы, проявив себя как наблюдательной, инициативной, самокритичной и настойчивой исследовательной. Ольга Александровна является автором и автором девяти статей, опубликованных, претензированных изданий рекомендованных в АКРФ, участником многочисленных международных и российских научных конференций, где были оправдированы материалы диссертации. Диссертационная работа Дмитриева вносит существенный вклад в разработку и обеспечение экосистемного подхода при проведении рационального промышла водно-биологических ресурсов, дает представление о современном экологическом состоянии, уровне трагии и качестве вод Балтийского моря, Курского и Лизийского залива, дает возможность оценить возможные причины, обуславливающие сведение воды цианобактериями и семиделенными водостями. Считаю Ольгу Александровну, давно сложившуюся специалистом, готовую самостоятельно решать научные проблемы, владеющую современными методами и подходами гидро-биологических исследований. Ольга Александровна Дмитриевна, несомненно, заслуживает присутствие учебной степени кандидата в биологических науках в специальности гидробиологии. Это был отзыв научного расходителя. Далее, в документах имеется отзыв организации, где выполнялась работа. В заключении организации подписал зам в лаборатории гидробиологии, гидрохимии и оценки автопакетного воздействия Акланс-НЕРО, кандидат биологических наук Сергей Балерьевич Александров, утвердил зам директора Акланс-НЕРО, доктор биологических наук Архипов Александр Геральдович. В отзыве отражены актуальность, научная близна, показано теоретическое и практическое значение работы, и даны рекомендации в защите диссертации. В отзыве ведущей организации, геологический институт Российской Академии Наук, подписали в завт-лаборатории гидробиологии, член-корреспондент РАМ, Голубков Сергей Михайлович и старший научный сотрудник, кандидат биологических наук Никулина Верна Кифоровна. Утвердил отзыв директора института, академик Пугачев Олег Николаевич. В отзыве ведущей организации, так же, как и заключение организации, где выполнялась работа, так же, как и в авторимирате, отражены актуальность, научная близна, показано теоретическое и практическое значение работы, и данный рукувенный разбор по главу. С отзывом, конечно, вы все познакомились на сайте в НЕРО. Разрешите остановиться только на замечаниях. Страница 8-9. Вот у меня покладочка. Вот. Замечаний по управлению немного, и они абсолютно не снижают высокий уровень диссерционной работы. Отношение биомассы фит и зооплантона – хорошие показатели, отражающие тропическое состояние этой системы. Рацион зооплантона – весьма изомотивная характеристика этой системы, но его разум не соотносить с продукцией фитоплантона. На проведенном рисунке 8-8 очень наглядно можно видеть, как рацион превышает биомассу фит и зооплантона. Такого в природе быть не можно. В половине диссертации автор называет «сине-зеленые водоросли», а где-то правильно – «цена бактерии». На протяжении всего текста автор добавляет лишнее слово «времени», «в летний период времени», «восемний период времени» и так далее. Ну, тут они тоже подчеркивают, что 82 работы, из них есть стативы, цензирующие издания. И заключаю, что диссертационная работа отвечает требованиям пункта 9 и 10 «Положение порядка присуждений в черных депеней», утвержденного правительством РФ 24 сентября 2013 года, предъявляем диссертации «Насыщая на 70 степени» и «Крекитата наук». Автор диссертационной работы Ольга Александровна Дмитриева засунули присуждения в «Скобы степени» по специальности «Ностринного водителя» и «Биология». Кто подписал, я вам не рассказала. Это у нас был позор ведущей организации. Отзывы на автореферат. Автореферат был разнослен на 77 адресов. Пришло 11 отзывов. Все отзывы здесь положительные. 6 отзывов были без замечания. Главный научный сотрудник лаборатории гидроэкологии Белорусского государственного университета доктор биологических наук Нихеева Тамара Бекалова прислала без замечаний отзыв. Хотя написала, однако в качестве замечания задает вопрос, почему так долго она не выходила на защиту. Следующий отзыв прислала заведующая лабораторией гидробиологии КАСМИР, кандидат биологических наук Ольга Анатольевна Песнина. Старший научный сотрудник лаборатории экологии рыб и биоразнообразия Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН, кандидат биологических наук Макарита Ивановна Ярмушина. Старший научный сотрудник лаборатории водной микробиологии Института экологии генетики микроорганизмов Уральского отделения РАН, кандидат биологических наук Полина Геннадина Беляева. Заведующая лаборатория гидробиологии и гидрохимии Уральского филиала Госробцентра кандидата биологических наук Татьяна Владимировна Еремкина. Заведующая лаборатория геоботаники и травмительной флористики Института биологии и полно-научного центра Уральского отделения РАН кандидата биологических наук Татьяна Елена Николаевна Патлова. Ну и в пяти отзывах имеются вопросы. Профессор кайфера экологии, природопользования и биологии Омского государственного аграрного университета имени послания. Солыпина 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 это были вопросы в главе 5 автор сделает вывод что различие цена тических объекте клеток преследок района балтийского моря связаны с различной соленостью вот этих акваторий ну как известно размеры клеток водоросли сильно связаны с уровнем эфирирования водных объектов проводились ли автором исследований связи среди цена тических объектов в исследованных районах с уровнем эфирирования и и следующий вопрос задает уже другой автор до центра экологии и зоологии аркадского государственного университета имени димитова кандидат биологических наук ольга владимировна баба на даром она отличает краткой физико-географической характеристики районов исследования глава 1 отмечено двукратное снижение генерального и общего фосфора вода пускал залива девяносто первым тысячи десятых годах на протяжении последних 20 лет произошло увеличение биомассы витопландуна в курсском долине 10 раз владе 3 анализ функциональных групп по россы и другие 2002 свидетельствует о сохранении деминирующего комплекса достаточно обеспеченностью фосфора в главе 6 автор устанавливает наличие прямой колородной связи между тот и нот с общей биомассией и таково среди зеленых водорослей пушского залива можно ли прийти к заключению как снижение содержания фосфора повлияло ли отменение структуры фитопландуна в курсском долине 1991-2010 годах ну и последнее завершая обзор хочу сказать что старший научный сотрудник лаборатории логистики геоботаники и меркло мерклостного лесоведения института биологических проблем криолитозы так как криолитозоны доктор биологических наук сибирского отделения рак габоша виктор александров в качестве пожелания меня то что для выявления взаимосвязи между двумя наборами количественных признаков признаками фитопланктона и окружающей среды эффективным подходом статистике является метод канонических корреляций пластерилизация признаков позволяет выявить их латентные группы а применение лаги трагерсии охарактеризовать полученные таким образом грифирующие и определить какими параметрами они наиболее тесно связаны такое решение помогло бы более детально исследовать выявленные автором компенсационный эффект вот это было даже не замечание было пожелание все спасибо большое так ольга александровна пожалуйста ответьте замечательно пожеланием вы сможете не отмечать да я полностью согласно замечание момента но в отсутствие возможности используют данные продукции я использовала для массу и для подобных целей это допустимо не считать металлическими ушей рисунки 8 и 8 наглядно можно видеть рацион превышать для массу фитоплантона на графике 8 и 8 ситуационной работы это станет не биомассы фитоплантона а процент для употребления это носительный джиналь и рационных трактов согласно что синий вид на бактерии сегодня мы вообще где-то есть только завалится на бактерии это касалось работа маникулярно петлических исследований а остальные тексты работе синие зеленые возрасты на протяжении текста этого времени полностью со главным вещанием не училась дальнейшая работа В ответах наводства понятно. Скажу, что причиной значительного снижения концентрации минерального овоща в фосфорном заливах по сравнению с 90-ми годами во всяком веке было снижение внесения удобрений в почве, связанное со снижением агрессивности сельскохозяйственного производства и закрытием ряда предприятий, в том числе телозо-бумажного комбината. Почему выделение битов было произведено по биомассе? Это принято в методике изучения переговоров внутренних водоемов, которые я руководствовала в своей работе, которая разработана в Турженалове, что тебя выкинуть для них ввод в Российский Академию на Луну. Это шарфово распространенный метод, позволяющий странам именирующих комплекс к акватории различного тропического статуса, и поскольку количество колониальных форм отличалось в море и заливах, для удобства сравнения, то есть чтобы избежать избыточности информации, показать лечительности в работе, использованием нет. Еще одно замечание, что я не использовала, не подсчитывала число внутривидовых таксонов, я проводила подсчет числа внутривидовых аксонов, отсутствие их в описании, я не считаю любым нарушением, этот критерий был использован, но внутривидовые таксоны принимали за отдельные виды, считались в общее число видов. На вопрос о среднецентрическом размере клеток, связанном с уровнем аустрофирования, в нашей работе мы, видимо, показали, что размер клеток не был связанным с уровнем аустрофирования водного объекта. На отзыв у Владимирович Назаровой замечание можно ли прийти к заключению, как снижение фосфора по влиянию на изменение в структуре фитоплантона в Куршском заливе с 91 по 10 год. До таком заключении можно прийти, структура сообщества изменилась, мы отметили увеличение доли в сумасшемной массе, виды показателей последней стадии субцессии, приобретаемый антропогеном аустрофированием аустрофирования аустрофорфикса Агарсии. Возможно, стоило привести абсолютное значение фосфора, в снижении которого не привело к обратным связям Вольтолье Владимировна. Могу ответить, что такого диапазона привести нельзя, потому что на инвесивность развития, кроме фосфора, здесь бывают другие биотические и биотические факторы. Снижение снижения фосфора только в воде произошло, но его концентрация осталась на уровне достаточной для обеспечения развития сензеленых водорослей, что было покажено в шестой главе. На замечание Тараса Натальи Геннадьевны на протяжении всего текста актер подчеркивает, что Балтийское море, Буржские и Северские заливы – это отдельные водоемы. Вопрос может толковать, разве это не отдельная часть Балтийского моря? Это вопрос может толковать лояко. Полузамкнутые лагуны Балтики – это отдельные водоемы, прибрежные зоны моря – это часть моря. На странице 12, о которой указывает Наталья Геннадьевна, речь идет о среднесезонных значениях биомассы разных районов – заливах и прибрежных зонах на море. Для открытой Балтики такие величины не проводились в средних сезонах биомассы. Затем страница 8, начало главы 3. Вопрос, почему не расположены в систематическом порядке таксоны. Соглашусь с автором отзыва, порядок неранжирован по быванию числовидов. Как влияние солености сказывалось на удельном богатстве чего? Страница 9, 1, 2. Ответ, влияние солености сказывалось на удельном богатстве или среднем числе таксонов крови. Принимая замечание, возможно, необходимо было написать точнее счет улов в удельном богатстве фитопломатона. Страница 16, 2 абзац и страница 17, 1 абзац допустимо ли при защите диссертации делать упущение фактором с формулировкой по-видимому очевидно? Я считаю, что это нормальная практика и научная стиля описания. Страница 18, последний абзац. Может ли молот сельдой нереститься? Согласно с некорректной слоем сформулировкой, допущенной мной в автореоперате, имелось в виду, что сельдь осуществляет нерест залии, а ее молот успешно потребляет фитопломатон наряду с взрослым мозгом. Страница 19, 1 абзац, техническое замечание, почему рода, отзывы написано некурсивным. Так тоже допускается, родовые названия могут быть написаны некурсивным. Не надо, по полу, технические замечания, ключи опечатки оправданы. В главе 6 говорится о результате профессионального анализа было установлено, что развитие систематического фитопломатона по-разному регулируется в гидрологическом параметре, но в чем различия автор не раскрывает. Отвечаю пример подобного различия, представленного фитопломатона на графиках. И в отношении замечания, что в фтореферате отсутствует разъяснение по поводу венгерского индекса сообщества, что в основе его расчета лежат на декадах для значения функционального фитопломатона, соглашусь, но, к сожалению, в текстах фтореферата не позволил вместить всю информацию в текст диссертации с подробной описанием того, что в основе используемого венгерского индекса сообщества лежат экологические особенности функциональной группы фитопломатона и подробный расчет этого индекса на замечание оппонентов. Так, присаживайтесь, пожалуйста. Ответ позвучал на все вопросы. Даже значительно. Так, теперь у нас, должен спросить, должен ли кому-нибудь технический перерыв? Нет. Хорошо. Теперь приступаем к отзыву официального оппонента. Как я уже говорил, Ирина Зеведневна Трифонова не смогла приехать из Санкт-Петербурга, но призвала обозу. Я прошу работу нашего ученого-эстерпторя-совета, Валенту Александровну Сюдову, зачитать этот отзыв. Возву первого официального оппонента, доктора биологических наук, профессора Ирина Зеведневна Трифонова, по главнейшему образом разбирается диссертация по главам. Вы тоже все, наверное, познакомились уже с ее отзывом. Там указана и цель работы, актуальность, научная медведяная практическая значка. Ирина Сергеевна в своем отзыве пишет, что в целом работа автора очень интересная, и выводы автора корректны и соответствуют полученным результатам. Вклад автора в работу очень большой, актуальность показана в работе, которую она планировала. железна, датабель, аргументированность полученных результатов не вызывает сомнений. И основные замечания относятся к структуре работы и носятся к редакционной характер. Возможно, главы 5, 6 и 7, посвященные различным аспектам формирования структуры фитоплантона, целесообразнее было бы объединить, сократив количество классов и бежал повторений. Литературный обзор мог бы быть более корректным и ограничиваться обзором исследований фитоплантона в архе-изолео. Корректным или коротким? А? Корректным или коротким? Обзором? Конкретным. А, да. Конкретным. 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 Это не большая разница, да? Да. В реальной студии появляется бессистемное цитирование автора. Например, по странице 4. В то время, как общепринято появляется хромологический порядок цитирования. Некоторые замечания относятся к использованной номенциатуре. Автор придерживается целой отечественной системы возрастей. Но в отношении сини-зеленых тексты часто используются названия цианопрокариоты и цианобактерии. В категорологическом списке приложения и некоторые виды дублируются под разными названиями. Приведенные замечания не снижают уровня инсеркционной работы Дмитрия, который является вполне закрученным, целенаправленным исследованием, посвященным изучению структуры фитоплактона различных проезов Молдивского моря. Полученные результаты расширяют представления об экологии фитоплактона. Слава изученных мелководных лавров могут быть использованы рядом научных учреждений. Института технологии, институт водопроблемы, госнор и другие, и практическими организациями, занимающимися охраной и разработкой акциональной использованием водопресурсов Молдивского моря. Автор диссертации – квалифицированный фитоплактолог, владеющий современными методами исследований и хорошо ориентирующийся в проблемах современной биологии. Материалы диссертации были представлены международных российских и региональных конференциях. Диссертация вполне соответствует требованиям БАК России предъявляемой кандидатской диссертации. Моё автор Дмитриева засушивает по суждению скобой степени кандидата биологической науки в социализме 03026 гидробиологии. Спасибо. Ольга Александровна, ответьте, пожалуйста, если в этом есть необходимость. Пожалуйста, без галатизма по поводу стилистики и орфографических в том числе каких-то вещей. Я бы хотел бы понять и полностью согласны замечаниям. То есть все же надо было сделать более конкретно вам? Ну, я согласна к замечанию, но круг рассматриваем диссертации, задачи выходят за рамки флористического описания. Это было бы я, кстати, не сделала. Спасибо. Спасибо. Теперь уступает у вас второй абонент Андрей Юрьевич, учтаж, институт Альбогин и Харшов. Добрый день. Спасибо за атмосферу, мне очень нравится. Я тебе даже не знаю, вам что-то зачитывать или сказать, что вы, конечно, все познакомились на зайке института с отзывом. Я честно признаю, что я нет. Нет, мне все-таки немножко занять. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Вот. Значит, диссертация Орге Александровна посвящена актуальной проблеме. А именно пространственным изменениям в сообществе фланктона Балтики. Для достижения, то есть водорослей, которых один из первых реагирует на все возрастающее загрязнение, включая их тракирование в дальнейшем на всю систему водоема. Для достижения поставленной цели, то есть определение основных равномерностей, автор решает следующие задачи. Значит, я их суммировал. Анализ эксономического размерного состава, а также показатель видового разнообразия водорослей, анализ сезонно-нижегодовой динамики в зависимости от биотических факторов следы, выявление потенциально токсичных видов плантонных водорослей, их сезонно-нижегодовая динамика и оценка качества отзыва в Балтийском море в различные методы, наявление наиболее информативного из них для оценки трудностей. Значит, диссертация Ольга Александровна построена по классической схеме, изложена на, где-то для вакура зачерпываю, изложена на 309-й страниц, состоит изведение, обзор, материалов, методов, исследований, полученный результат при обсуждении, описанных в семи главах. Далее следуют выводы, список литературы, пять приложений. Списк литературных источников состоит из 404 унименований, исследований иллюстрированных 122, двумя рисунками и двадцатью-тремя таблицами. Добросовестный обзор театурных источников, прямые посленно или посленно касающиеся системы диссертаций Ольга Александровна, позволяет неизвешенно подойти к решению поставленных задач, широко используя в работе уже имеющиеся научные знания. Значит, глава материала методов исследования. Не все применяемые авторы методы работают подробно изложены и понятны. Замечание касается лишь отсутствия в работе нескольких фраз реализации по поводу ограничений сегментационного метода учет фит-планктона. А именно самая мелкая фракция, то есть это пиклинарный планктон, разрушающихся жгутков годы, если автор не учитывался или учитывался неповольно. В главах 3-9 результаты обсуждений представлен большой фактический материал, представленный автором для решения поставленных задач, проведем, потом анализ уголовных данных на идеологические обоснования и объяснение наблюдаемых явлений. В разделе «Выводы» Хольга Александровна резюмирует полученные результаты и делает выводы следующие из выполнения научной работы. Положение 1, в котором сообщается, что автор выявил 662 видов фит-планкона, изникли на основном для Балтийского моря, скорее не вывод, а результат многолетней добросовестной, кропотливой работы, позволяющей Литву и Александр сделать важное заключение, главное из которых следующее. Значит, сезонный динамик для нас фит-планкона отражает храбический статус Балтийского моря и характеризуется одним или нескольким максимумом. Связь фит-планкона с гидрофизическим и гидрохимическим показателями следы зависит от концентрации биогенных элементов в воде, или, как пишет автор, уровня биогенной нагрузки. Токсичные сине-зеленые водоросли, или, как хотят фит-планкономы, санно-бактерии в период своего массового развития, продуцируют гипотоксины, концентрация этих водорослей может превышать нормальную воду в 200 раз. Зон-планкон потребляет значительное количество храбоков и зеленых, и диагнозных водорослей, что приводит к усилению, развитию и цветению воды 7-зеленых водорослей. Качество вод Куршского залива Балтики, оцененное по биомазии фит-планкона, характеризуется как плакой практически во все периоды исследования. Качество вод Лискинского залива чаще как удовлетворительное, среднее, а качество прибрежных ходов Балтийского моря в основном как хорошее и отличное. В целом, результаты проделанной автомобилы работы и последующие за этим выводы являются хорошим, новым и достоверным вкладом в развитие экологического направления гидробиологии, в частности, мониторинг доходной среды, и будут способствовать лучшему пониманию процессов, происходящих в природе, особенно в условиях антопогенного воздействия. Подробно об этом написано в разделе «Практически значения». Бесертанция Дмитрия Боргиевна Александровна. Название пропустим. Представленная с исками ученой степени кандидата БЛА-10 по специальности 030210 гидробиологии, соответствует требованиям, предъявляемые два кандидатскими десертанциями, список публикованных работ по тем десертациям обширены более чем достаточно. Автореферат соответствует десертации требований, предъявляемых авторефератом. Мелкие и специалистические замечания в тексте десертации авторефератом нисколько не умоляют ценностей представленной работы. На основании вышеизложенного, считаю, что Дмитрий Олег Александрович в основном достойном присутствии местной степени кандидата в биологическую науку по специальности 0302 гидробиологии. Все, спасибо. Спасибо, Андрей Петрович. Присаживайтесь, пожалуйста. Так, ЦССР отвечает на замечания второго оппонента. Благодарю оппоненту за второе замечание. Да, на самом деле, мелкая фракция, кое-какушетов, Бутикова, не учитывалась или учитывалась неховная. Я согласна с этим замечанием. И метод исследования, к сожалению, не позволял это сделать. Я на секунду отвлекся и вы все ответили. Скажите, пожалуйста, вы приняли ответом заискателя? Вам все очень хорошо. Присаживайтесь, пожалуйста. А, нет, 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 нет. То есть вот эту часть нашей работы мы закончили. А теперь заключительное слово диссертата. Благодарите, молодец. Ну, паралый. Это я так захотел просто. Да. А вот теперь обсуждение услышанного. Кто хочет выступить? Слушайте, я хочу принудить, господа Василия. Мы сейчас формируем счетливую комиссию, на которой воспроизводился. Так что активность на обсуждении автоматически исключает людей из этой счета. Пожалуйста. В 70-е годы я был директором юридической станции Академии наук. Мы изучали фитоплантун, углоплантун как раз в сестерых районах реки Непрадь и Сраев-Дунаево. И вот те, та работа, которая проведена сегодня, она, конечно, я предоставляю эту работу, потому что мы исследовали вот эти районы, где очень мощная тогда уже эфификация, а еще больше было всяких токсических загрязнений. В том числе, вот на их, пока не было, нельзя было печатать радиоактивные всякие задоры и прочее. И исследуя вот такой объем материала, было очень сложно что-то потом с ним сделать. Ну, переписали, эти тогда машинки были сейчас, немецкие, ага, латинские названия, так сказать, все, а дальше что, так сказать, ну, говорили больше, меньше, меньше, больше. Вот, вот, потом, конечно, в прошлом время было очень трудно вот такой объем материала. Я сегодня смотрю вот блестящее вправе с наш соискателем, с таким объемом большого материала, имеется новизна, имеется, так сказать, практическая значимость. Я считаю, работа замечательная. Спасибо. Спасибо вам. Пожалуйста. А как я вас мотивировал? Я хотел, правда, сказать. Да, конечно. Просто я не хотел заделать первый. Уважаемые коллеги, я с работой Ольги Александровны познакомился на стадии предшествующей Е1 предзащиты, когда мы первый раз слушали работу на ученом диссертационном совете. И тогда, если кто помнит, здесь присутствует, было довольно жесткое критическое обсуждение работы. Тогда работа, видно было, что она перегружена данными. Она основывается на огромном фактическом материале, который автор добросовестно пытается осмыслить. Но это была не структурная, еще очень сырая такая, сырой текст. И в целом, если кратко сказать, она производила впечатление такого вот молодого, не перебродившего вина. И была сильно раскритикована. Я с большим удовлетворением сейчас вижу, что вот сейчас мы видели и услышали совсем другую работу. Она выкреставрализовалась, выкреставрализовалась, освободилась от лишних изгрушенных даток. И теперь я бы ее уже сравнил с выдержанным чистым спиртом. Это уже даже не... Правда, подробнее, пожалуйста. Мне это очень нравится. Мне нравится тот прогресс, который, уважаемая Марка Александровна, продемонстрировала за такое короткое время. И я, безусловно, буду голосовать за эту работу. И желаю диссертанту не останавливаться в достигнутом и продолжать ее важной и актуальной для всех исследований. Спасибо. Спасибо, Вячеслав Александрович. Пожалуйста. Не торопитесь, не торопитесь. Мы не спешим туда. Уважаемые коллеги, когда выступаете, вы не приедете у Путина. Вы должны выступать, чтобы вас все слышали там в зале, а не сейчас так. Вот, это первое. Второе. Очень приятно было слушать такую работу. Я проработал 15 лет на Байкале и все время в административном комплексе соучаствовал. Я самый нефтеолог, правда, но приходилось объединять все рейсовые и все отчеты такие. И поэтому нас всему этому учили более-менее. К тому же у меня жена еще и нефотомист, так что я могу кое-чего сказать умная. Вот, был очень приятный, товарищи, потому что это, ну как бы сказать, хорошо пускай толкнул вино. Я вам скажу, что диссертация, это как шашлык. Это шампур, шампур на такой, на идею, нанизаны отдельные куски мяса, цвета, жира и лука, всего прочего, понимаете? Ну это единое блюдо, понимаете, которое должно быть пронизано единой идеей. У вас этого не совсем, ну, доведено то блюдо, может быть, даже шашлыка. Но очень, во-первых, сейчас очень плохо нашим всем гидробиологам, я по Байкалу знаю просто хорошо, что у нас появлено режимное наблюдение на Байкале, которое мы вели 50 лет, брали все время фитопланктон, зоупланктон, брали гидрофимию и все остальное. Сейчас я этого нарушил, то есть мы режимные наблюдения утрачены, потому что, во-первых, нет специалистов, не готовы фактически, и деньги даются как-то, ну топлива нет, иногда надо, взять пробу есть, нет возможности. Поэтому очень приятно было слушать эту работу. И в Байкале я тоже, так сказать, очень заинтересованный человек, я был и на Кошумару, и в Латвии был, и в общем, я не знаю об этом деле. Но самое главное, что этот район сейчас притягивает большое количество, внимание, как место, где проходят трубопроводы, газопроводы, нефтепроводы будут даже, это очень важный район, понимаете. Не надо держать руку на пульсе этого района, понимаете. Эти работы должны быть режимными. И еще обратите внимание на такую вещь. Вы об этом сказали вскоре. Я как эмбриолог рыб скажу, что у нас все время нефтеплантон существует, особенно в Балтике. То есть одни генерации рыб едят в других, понимаете. И так устроена вся эта экосистема. Но фитоплантон ваш, он созревает весной, допустим, все лето, потом зимой его нет. Но рыбы размножаются таким образом, чтобы каждая новая генерация служила пищей предыдущей. Это показали канадские искученные. Но это очень интересная штука эта взаимосвязь. Как идет трансформация вещества и энергии выдают. Вот это вот вещь, которую надо все время контролировать и осмысливать. И сейчас ваши замечания очень важны, что в связи с замеслением, сокращением хозяйственной жизни для человека, то есть недоудобления, боления, свертывания в связи с конкуренцией и там чего угодно, банкротством промышленности, идет, ну, будем так, самоочищение водоемов. Хотя это в кавычках, но все равно, ну, смотри, что на Байкале делается сейчас. Весь, вся литераль Южного Байкала покрыта этой самой спиродирой. Вся литераль занята, а этими с нами листья бычков. И все, понимаете, это вот все цепляется одно в другое. Нету личинок бычков, значит, самому все по углу, где вот там нечем сейчас. Это все одно в другое цепляется. И ваши эстетки, когда они очень гармоничны, и дай Бог, что вам развитие это дело. Как-то вот не забудьте там микропланкуль. Очень важно. Ваша трансформация идет в литераль. Очень глубокая, понимаете. И еще обратить нам внимание, как дно, вот эти вот клубопроводы, все эти вот наши копания, дно, как это идет к поверхности биодены тащит. Понимаете, это тоже важный момент. Ну, мы и кали то же самое. Мы тоже с этим сталкиваемся. Понимаете? Поэтому вот эти работы надо продолжить, как-то контролировать, как будто из театра. А так работа прекрасна. Я считаю, что ее надо опубликовать отдельно. Ну, это должен быть вклад в наше исследование этого Балтикуна, в общем-то. Этого водоема, уникального водоема. Смотрите. Я почему спросил, почему вы с Сальдом не работаете? А вы помните, как Стоп Гольм, этот, Петр Петр взял на шпагу? Они же в борьбу прошли, ну, генерал-комитарь, в борьбу прошли борьбу. Товарищи, это же... Она молодая не помнит. Я-то хорошо помню, потому что он говорил. Это же Лёв. Понимаете? И с ним тоже работает. Он же полностью прозрачен для светового патруса. То есть все подальдом, вот этот 10-ти сантиметровый слой подальдом, это вспышка фитоплантоза весной. Вот апрель, май, ну, нет. Февраль, марк, апрель. Вот здесь у вас там все вот довольно-вотом ренвалится. Но это, вот этот слой, он как раз генерал. И там все зон-планктеры там у вас там. И калабранки сидят. Там и... все. Так что прекрасная работа. Я бы взялся, но он так. Спасибо. Спасибо большое. Так. Кто еще? Кто еще не хочет присчетное количество? Ладно. А, ну давайте я несколько слов скажу. Что там, Стокгольма, я, конечно, помню, но как бы с фитоплантоном у меня только что университет на знакомство и все, и с всех пор. Хотя без игрока выглядели. Думаю, несмотря на все эти шурки, работа полноценная, хорошая. Конечно, можно было ее раньше, наверное, защитить и не в таком обширном материале. Вот. Но это дело личное. Мало ли кому что хочется. Мы здесь должны быть не только свободными художниками, но и свободными ученками. Как заискать, с чего нужно, так он и делает. Поэтому здесь претензий нет. Отвечала на вопросы Ольга Александровна достаточно четкая и бойко. Я считаю, что она просто отличная, поэтому тоже буду голосовать за чему призывают и всех присутствующих. Я понимаю так, что больше никто не хочет выступать. И я называю Ольга Александровна заключительное слово сказать на сегодняшней защите вашей. Ольга Александровна. Субтитры делал Игорь Александровна. Также я благодарю нашему политику, которые мы работали. Можно именно Себе Иванович Кенкау за общение в определении центрических ген атомовых лодочей, доктор Галландии и Штифьев наук, за сотрудничество и помощь в определении штаммов токсичных ценностей бактерий лабораториям логического института сибирской академии российской академии наук белых блоков и 40-вековой за помощью идентификации массы таксона синизионных водорослей кандидатологических наук сотрудника ботанического института комарова и львовый материал кузову планктуну я благодарю моему коллегу кандидатологических наук анонсервис Семенову за данные по достижению биогенных элементов лаборатории гидравиологии Александрова за помощь статистической обработки результатов кандидатских математических наук старшинок сотрудник лаборатории Ильманов Костя из Ильича Подкорнова конечно же я благодарю своему научному руководителю Генриху Корневу за критические замечания, за проводение во время написания работы всегда и также сотрудник лаборатории сотрудников внутренних вод Соловьева и Гусева сотрудник Центра московских исследований Клопедии доктора биологических наук Ильина Павла Ленину, сотрудник Клопедского университета доктора биологических наук Алимина Сергея Николаевича, сотрудника научно-исследовской лаборатории гидроэкологии учреждения факультета ПФУ Михея Тамару Михайловну, сотрудника Золовничного Студаникулина Вера Никифоровна, сотрудника Макулина Вячеслава Литванова, Гусева за помощь в обработке группы организации экспедиционных исследований, благодарю Тамару Михайловну Королькову, Тамару Костикову, Семенову Сергеевну Старовойтову, Мунита и всех, кто принимал участие Прямо или косвимое написание моей работы. Всех благодарю за внимание, спасибо. Спасибо, Ольга Александровна. Прямо как на кончике присаживайтесь. Ну что, коллеги, подошел момент истины, надо было счетную комиссию. Так, я думаю, в счетную комиссию три человека. Думаю, что в счетную комиссию должна учить Кирея Викторовна Викторовна, поскольку отвлекалась во время защиты Николая Павловича Артонов, поскольку сидел в Умолоке за Камчатке, и Центр Жирыков, потому что не только. Пожалуйста, коллеги, подходите, расписывайтесь на глазах в счетной комиссии, получайте привлечение. Затем в производственное условие. Причина на грн, ведь я вкатюша-соска. В indicому. О canonical, ужин закрывайте камеру. Да, это в кайфе. Нет, безусловно. Как размер,illo пصас patteravin. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...